Американские путешественники рассматривают азиатские страны как более безопасные, чем это было до пандемии. Такие данные показало новое исследование. Кратко о его результатах материал телеканала CNBC. Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Япония, Китай и Вьетнам поднялись в ежегодном рейтинге безопасности, который публикуется страховой компанией Berkshire Hathaway Travel Protection. Опрос за 2022 год также показал, что некоторые из любимых туристических направлений американцев в Европе и Карибском бассейне, а именно Италия, Багама, Испания, Ямайка и Великобритания, потеряли в этом отношении свои позиции. Пострадала также Австралия. С 2018 по 2022 год страна опустилась с первого на десятое место в опросе. В ходе опроса путешественников спросили об их восприятии преступности, терроризма, развитости транспортной системы и здравоохранения, а также о безопасности женщин и представителей меньшинств. По результатам опроса более полутора тысяч американцев, три азиатские страны вошли в десятку самых безопасных направлений – Сингапур, Южная Корея и Таиланд. По словам Кэрол Мюллер, вице-президента Berkshire Hathaway Travel Protection, до пандемии терроризм и преступность были главными опасениями для путешественников в отношении собственной безопасности. Но сейчас людей больше всего беспокоит возможность свободно передвигаться и сниженный риск заражения, говорит специалистка. По ее словам, ответы на опросы показали – страх задержаться в чужой стране из-за положительного теста на коронавирус затмевает даже страх заболеть. Вероятно, именно поэтому Канада возглавляет список самых безопасных стран для путешествий американцев. Близость к Соединенным Штатам кажется преимуществом для путешественников, которые хотели бы оставаться ближе к дому. Засуха в Эфиопии привела к резкому увеличению числа детских браков, пишет газета Guardian. По данным ЮНИСЕФ, в пострадавших от засухи районах Эфиопии худшая за последние 40 лет чрезвычайная ситуация, вызванная изменением климата, толкает людей на грань выживания. Три неудачных сезона дождей подряд привели к голоду, недоеданию и массовому перемещению миллионов людей на африканском роге, включая некоторые районы Эфиопии, Сомали, Кении и Джибути. Многим девочкам в Эфиопии сейчас предстоит выйти замуж, поскольку их родители стремятся найти дополнительные ресурсы за счет приданного от семьи мужа и надеются, что их дочери будут накормлены и защищены более богатыми семьями, предупредила Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ. Так, в зоне восточного Харарги, где проживает 2 миллиона 700 тысяч человек, количество детских браков заметно увеличилось. В 2021-м за полгода их число составляло 70, тогда как годом позже это количество составило 106 браков за тот же период. Есть районы, в которых этот показатель вырос в 4 раза. Более 600 тысяч детей в регионе бросили школу из-за засухи. Когда девочки не получают образования и вынуждены покидать свои дома, почти всегда возрастает риск гендерного насилия и детских браков. Люди выдают своих маленьких дочерей замуж, потому что они в отчаянии. Боятся насилия, боятся за безопасность девушек, не могут их прокормить, говорит Кэтрин Рассел. Таким образом, засуха угрожает отбросить Эфиопию назад в ее попытках защитить женское население от ранних браков. Согласно демографическим данным за 2016 год, 40% девушек в этой восточно-африканской стране выходят замуж до 18 лет, а 14% вступают в брак до 15-летия. Будущее музыкального театра онлайн. Возможно ли это? Издание Conversation осмысляет событие, которое стало сенсацией в этом году во время вручения премии Грэмми. В номинации «Лучший мюзикл» победил неофициальный мюзикл «Бриджертоны», ставший хитом ТикТока. 23-летняя певица Эбигейл Барлоу и 20-летняя пианистка Эмили Бэр написали музыку и тексты песен, вдохновившись сериалом Нетфликса «Бриджертоны». Обычно альбомы с композициями мюзиклов распространяются как официальные записи театральных постановок. Барлоу и Бэр пошли другим путем. Они начали свое сотрудничество через Zoom и исполнили все роли составом из двух человек. В процессе создания неофициального мюзикла «Бриджертоны» девушки взаимодействовали со своей аудиторией в ТикТоке, которая вскоре превратилась в фан-базу. В этом смысле неофициальный мюзикл «Бриджертоны» стал необычной музыкально-театральной адаптацией без театра. Чтобы стать популярными, девушкам не понадобилось живое выступление. Задолго до Грэмми альбом дебютировал в десятке лучших на Spotify и за первые две недели получил более 10 миллионов прослушиваний, говорится в статье. Реакция театральных исполнителей и критиков на вручение Грэмми-исполнительницам из ТикТока была неоднозначной. Но большинство согласилось с тем, что отмеченный наградами мюзикл, распространяемый исключительно в интернете, несет в себе значительные перемены в том, как создается театр. Редактор субтитров А.Семкин